Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Леониду. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Леониду. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую, Леонида, и вас, находящихся в этой комнате. Лейла, зовите меня Лейла. Лейла. Лейла, вы куратор или учитель? Леонида. Я куратор. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного. Все убрали, у него остались 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на его вопросы? Да, я с удовольствием отвечу на вопросы. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Прекрасный вопрос. Благодарю за это. Твоя душа с Марса. Марс. Мы приветствуем представителя Марса в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю. Можем идти дальше? Да. Второй вопрос. Сколько лет моей душе? 49 тысяч. 49 тысяч лет. Благодарю вас. Я продолжаю. Пожалуйста. Сколько было воплощений, в том числе на Земле? Воплощения не прекращаются. Ты постоянных воплощениях из одного в другое на Земле, на Марсе, на других объектах, включая выход из этой галактики. Воплощение — это и есть жизнь души, путь к осознанности, развитию, узнавание нового, в том числе чувств и эмоций на Земле. И сколько их? Все 49 тысяч лет ты воплощаешься и перевоплощаешься на разных объектах. Это должно быть огромное количество. Благодарю вас, уважаемая Лейла. Вы хотели добавить что-то еще? Нет. Хорошо, идем дальше. У нее здесь четвертый и пятый вопрос касается предпоследней жизни и последней жизни. Четвертый вопрос. Опишите мое предпоследнее воплощение на Земле. Две последние жизни. Одна из жизней — это 1542 год. Деревня. Ты воплощался в женском обличии. Грузная женщина в деревенских одеждах. Очень живая, бойкая. И я вижу картинку, как ты ловишь петуха и отрываешь ему голову. Живая. Командовала в семье. Муж и четверо детей. Вполне счастливая жизнь. В каком государстве она жила тогда? Запад. Европа, да? Польские территории. Благодарю вас. На сегодняшний день. Благодарю вас за эту информацию. Следующая жизнь была связана с морем кораблестроения, но ты не принимал в нем участия. Ты управлял этим кораблем. Много путешествовал. Был одинок. Любовь к кораблям и морю проследуется через всю твою жизнь. О каком периоде времени мы говорим? 1802 год. 1802 год. Берега Голландии. Что по этой жизни еще можно интересного рассказать? Наслаждался жизнью на корабле, наблюдением за другими людьми, знанием мореходства, астрологией звезд и техническим управлением кораблем. Техническим строением был, как я уже сказала, одинок, но в гармонии с собой. Ходясь в море, провожал солнце закатами, встречал рассветами любые штормы, дождь и непогоду. Встречал смело сознанием дела. Наслаждался жизнью портов. Очень интересная информация, уважаемая Лейла. Что бы вы еще хотели знать по этим жизням? На мой взгляд, вы полностью ответили на все вопросы. Он попросил описать его предпоследнее и последнее воплощение. Чем он занимался? Вы это сделали? Вопросов нет. Можем идти дальше? Пожалуйста. Благодарю вас. Шестой вопрос. Правильно ли я выполняю свое предназначение в настоящем воплощении? Это скорее вопрос к душе, а не ко мне. Душа, она живая. Состоящая из энергии Марса. Энергии Марса воинственные и искрящиеся. Поговорив своей душой, выпустив ее наружу, ты получишь знаки. Это как клубок. Душа показывает, куда идти. А ты идешь за ней, выполняя свое предназначение и возвышая свое высшее Я на следующий уровень своей осознанностью. Выполняешь ты свое предназначение или нет, я не могу ответить полностью на этот вопрос. В чем-то ты выполняешь, в чем-то ты тормозишь. В будущее его можно изменить. Несколько дорог есть всегда. Какую выбрать, выбираешь ты. Одна лучше, одна быстрее приведет к осознанности. Какая-то из них уведет не туда, а какая-то заплутает. А какая-то собьет с пути и приведет в одну и ту же точку, но позже. Какую дорогу выбирать, выбираешь ты. Но без общения с душой. Это всегда путь в обход. Я закончила. Благодарю вас, уважаемая Лейла. Следующий вопрос. Седьмой. Что мешает моему духовному развитию? Твои внутренние ограничения. Я не буду затрагивать интерференцию. Я скажу про твои внутренние ограничения, которым ты блокируешь искры своей души. Считая, что тебе это не нужно. Ты лишаешь свой внутренний мир гармонии, избегая медитаций и йоги и состояния спокойствия, перехода в состояние альфа, где ты можешь общаться со мной, успокаиваться и переноситься в другое состояние. Ты блокируешь, оставляя это женщинам, как ты выражаешься. Также дыхательные практики, которые успокоят твое внутреннее состояние и сгармонизируют твои марсианские энергии со всем твоим биороботом, сделав тебя гармоничным. Соответственно, энергии гармонии будут выливаться из тебя, заполняя пространство вокруг тебя и притягивая правильные гармоничные энергии других людей. Я закончила. Я благодарю вас, уважаемая Лейла. Я перехожу к следующему вопросу. Восьмой. Нужен ли мне учитель для духовного развития или я могу развиваться сам? Учитель приходит, когда ученик готов и всем сердцем жаждет этого. Я бы дала тебе мой маленький совет. Начни сначала. Загляни глубоко в себя. Не ищи учителей снаружи. Сперва посмотри в глубину. Поздоровайся со своей душой. Повизуализируйся своим стержнем из марсианских энергий. Попробуй закачать энергии. Почувствуй покалывание в ладонях в виде вибраций или же в любых других местах твоего биоробота. Сгармонизируй эти энергии. Почувствуй эту гармонию. Все это обучение происходит постепенно. Твое тело и твоя душа – это главные учителя. Если ты не советуешься с ними, тебе не сможет помочь никакой учитель. Только жизнь учит, но не всегда это комфортно. Поэтому начинай с себя, с внутреннего состояния, с визуализации цветов и энергий, с гармонизации плавных состояний тела. Как я уже упомянула, небольшая медитация, занятие йогой, чтобы сгармонизировать твой ум, сердце и биоробот. Только в этом состоянии ты можешь находиться в полной гармонии и комфорте. Только в этом состоянии ты убираешь свои блоки, пользуясь всеми благами духовного развития, не ограждая себя одними умственными мыслями, я бы сказала, ограничивающим твой духовный рост. Духовный рост стирает блоки, а умственные ограничения блокируют. Благодарю. Я благодарю вас за это. Очень интересная информация. Перехожу к девятому вопросу. Какие мои таланты? Марсианская энергия несет много талантов, если ты научишься с ней работать. У этой энергии много знаний. Как ты уже понимаешь, это энергии красного цвета, излучающие искры в твоем случае. Ты можешь представить свои энергии как сферу или же как стержень, проходящий через все твои энергетические центры, снизу вверх, излучающие красные искры. Поэтому твоя энергия должна быть в гармонии, чтобы не было стрел вместо искр. Твои таланты – это доброта, внутренняя доброта, которую ты пытаешься прикрыть мужской энергией. Выпусти эту доброту и научись наслаждаться жизнью, ее маленькими деталями и моментами, закатами и восходами, цветами, растениями и красками осени. Постарайся попасть в этот поток. Улыбнись миру, и он ответит тебе тем же. Я говорю про природу и ее творение. Благодарю. Благодарю я вас. Действительно, это макромир. Надо научиться замечать детали. В этих деталях научиться получать удовольствие и радость. Потому что с нашей природой можно общаться, она отвечает. Но этого надо хотеть. Благодарю вас. Я перехожу к последнему, десятому вопросу. Есть ли какие-то советы от вас лично мне? Да, конечно. Я дала уже много советов, с чего начинать и почему тебе пока не нужен учитель. И если ты будешь развиваться, всему придет свое время. Начинай, как я уже сказала, с элементарной визуализации. Представляй свой внутренний стержень. Старайся увидеть искрящиеся энергии, развить их, расширить, почувствовать вибрации в ладонях, в ногах, в сердечной чакре. Это могут быть разные энергетические центры. Это интересные практики. Постарайся посидеть в тишине. Если ты чувствуешь, что тебя беспокоит что-то, считай и дыши. Дыши и считай. Успокой себя. Со временем ты научишься отключать мысли и гармонизироваться во всех твоих трех состояниях – ума, души и тела. Благодарю. Благодарю вас, Лейла. Чувствуется, вы жили на земле? Вы были на земле? Несомненно. Я почему спрашиваю? У нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит в эту комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лейлу, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответы, за помощь своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Именно для этого я и спросил. Мы думали, вам будет приятно. Подарок Земли. Великолепный подарок. Благодарим вас. Я помню вкус этих растений. Ну это славно. Объектов. И все разные. Да, все разные. Прекрасный подарок. Благодарю вас. И мы благодарим вас. Передавайте, пожалуйста, от нас с Верой на этом месте привет Марсу. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать препятствия, мешающие им развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Прекрасное предложение. Благодарим вас. До новых встреч. Мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч. Благодарю вас еще раз. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Леонид, мы закончили встречу с вашим куратором Лейла. Вы получили все ответы на свои вопросы? Интересный ответ. И хотелось бы прямых ответов, но буду разбираться с полученной информацией. Куратор дает столько информации, сколько вы на настоящий момент в состоянии осилить, для того, чтобы хуже не стало. Иногда информация, когда ее много и не рассортированная, может она навредить. Поэтому шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, как они любят говорить. Начните с этого. У вас всегда есть возможность со временем выйти на контакт со своим куратором. Он всегда слышит вас. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад, Леонид, в вашу систему биоробот-душа. И после этого сразу перейдем к чистке вашего дома и животных. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Леонида в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.